Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейт. В прошлом видео я показала вам идею подарка на 23 февраля. Ну а сегодня давайте посмотрим, что можно сделать на 8 марта. Как и в прошлый раз, это будут ароматизированные сувениры. Только в этот раз не котики, а ежики. Такие малыши могут быть и просто элементами декора, и магнитами на холодильник, или магнитными фиксаторами для штор, а могут выступить и в роли держателя для фото или записок. Думаю, ежики станут отличным дополнением, например, к сладкому подарку для подруги, коллеги или учителя. Ну что, приступим к работе? В первую очередь нам понадобится пластиковый контейнер для лука, разделяющийся пополам вдоль, а не поперек. Это важно, иначе ежики у вас не получится. Прикладываем каждую половинку к картону и обводим карандашом донышко. Для надежности я вырезала по две картонные заготовки на каждую половинку контейнера. И с помощью термопистолета приклеиваем донышки на место. Кстати, цена на такие контейнеры колеблется от 50 рублей до 400. Естественно, ищите те, которые дешевле. Ни толщина пластика, ни цвет контейнера для нас значения не имеют. Теперь нам понадобится джут, он же джутовый шпагат, и любой полимерный клей. Скручиваем нить шпагата улиточкой и приклеиваем ее на кончик носика ежика. Дальше промазываем клеем следующий участок носика и аккуратно обматываем его шпагатом. Старайтесь, чтобы нить ложилась ровно, без нахлеста, но достаточно близко, чтобы под джутом не просвечивалось пластиковое основание. Так обматываем мордочку примерно на 4 см от кончика носа. Теперь нужно сплести несколько косичек все из того же шпагата. Я плела из 6 нитей. И этими косичками будем оклеивать донышко. Можно, конечно, и не плести никаких косичек, а просто оклеивать одной джутовой веревочкой. Но с косичками работать намного быстрее, и ежики с ними смотрятся, на мой взгляд, интереснее. Находим центр донышка и приклеиваем кончик косички. А дальше по спирали наклеиваем косичку от центра к краям. Продолжение следует... Когда все донышко будет оклеено, берем еще одну косичку и оклеиваем ею торец ежика, пряча стык картона и пластика. Продолжение следует... Теперь нам понадобится туалетная бумага или салфетки и клей ПВА. Разрываем бумагу на небольшие кусочки и оклеиваем ими спинку ежика. Оклеиваем только пластиковую часть, не затрагивая джутовые детали. Это делается для того, чтобы в дальнейшем улучшить сцепление кофейных зерен с поверхностью. Все-таки и клей, и краска на скользком пластике держатся плохо, поэтому мы закрываем пластик бумажной прослойкой. Продолжение следует... После полной просушки можно раскрасить спинку ежика темно-коричневой акриловой краской. Это делается для того, чтобы в дальнейшем основа не выделялась на фоне кофейных зерен, а смотрелась едино и аккуратно. Раскрашиваем и оставляем на просушку. А теперь нам понадобятся кофейные зерна. Так как нам они нужны для поделок, выбирайте те, которые подешевле. У меня пачка весом 500 грамм. Ее мне хватило на 4 ежиков и осталось еще примерно 1 треть пачки. Так как зерна попадаются разной величины, сначала отбираем самые большие. И именно ими начинаем оклеивать ежиков из центра спинки по спирали, опускаясь к бочкам. Я делала разных ежиков и могу сказать с твердой уверенностью, что именно такой способ заполнения спинки кофейными зернами смотрится наиболее выигрышно. Сначала используем самые крупные зерна, дальше отбираем средние. И в самом последнем ряду, заполняя все пустоты, можно использовать и бракованные зернышки. Если у вас не будет сильных перепадов в размере зерен, то шубки ежиков будут смотреться аккуратно и одинаково пушисто. Субтитры создавал DimaTorzok Выбираем какое-нибудь небольшое округлое зернышко и приклеиваем его на место носика. Теперь из джутовой косички сделаем ушки. Сворачиваем косичку буквой L и склеиваем термопистолетом место соединения. Обрезаем до нужной длины. Придаем им нужную форму. И приклеиваем на место. Ушки делаем по желанию, но на мой взгляд с ушками ежики смотрятся интереснее. Из двух небольших бусин или полубусин делаем глазки. У меня не было черных бусин, поэтому я покрасила те, что нашла, черной акриловой краской. Приклеиваем глазки на полимерный клей. И пришло время определиться, в качестве чего будут сделаны ежики. Можно приклеить им на животик магнит, и тогда они станут магнитами на холодильник или на вытяжку. У меня именно на ней они живут. Как вариант можно сделать из ежиков держатели для штор, используя ленту и два магнита. А можно вклеить в центр спинки крепление крокодильчик. И ежик станет держателем фотографии или каких-то записок. Ну а можно оставить ежика как есть. И он станет просто ароматизированным декором для дома. Также ежиков можно дополнительно украсить высушенными дольками лимона или апельсина, палочками корицы, звездочками аниса и любым другим природным материалом. А еще бусинами, стразами и ленточками. Кстати, если вы заметили, я добавила ежикам реснички. Это обычные накладные ресницы, разрезанные на кусочки нужной длины и приклеенные на полимерный клей. Продолжение следует... После того, как ежики будут задекорированы на ваш вкус, я советую вам взять темно-коричневую акриловую краску и подкрасить термоклей во всех местах, где его хорошо видно. Это не обязательный пункт работы, но он добавит аккуратности вашим изделиям. Ну и в завершении я решила немного оттенить кофейные зерна золотом. Для этого сухим спонжем, золотой акриловой краской слегка прохожусь по спинкам и бачкам ежиков, как бы подметая их. Акриловым лаком покрывать такие изделия я вам не рекомендую, так как в кофейных зернах содержатся эфирные масла, которые со временем начнут выступать на поверхность и в итоге сделают ваш лак липким. Наши ежики готовы и я очень надеюсь, что сегодняшний мастер-класс вам понравился и вы нашли для себя что-то новое и полезное. На сегодня у меня все, буду рада вашим лайкам, подписке и комментариям. Ну а я желаю вам всем отличного настроения и творческих идей. До скорой встречи, пока-пока!